Боевой экстрасенс из КГБ назвал новую дату разгрома киевского режима. С прошлой он ошибся. Колесо обозрения на ВДНХ взломали хакеры через день после его открытия. В Киеве заявили, что не планируют вообще никаких переговоров с Россией, а Медведев потребовал полной капитуляции киевского режима. Об этом я расскажу прямо сейчас. Боевой экстрасенс из КГБ назвал новую дату разгрома киевского режима. Как пишут на сайте НТВ, экстрасенс Иван Фомин, ранее работавший на КГБ, о событиях на фронте специальной военной операции говорит загадками. Ранее в эфире он называл 17 сентября 2022 года как дату капитуляции Владимира Зеленского. Он и сейчас уверен, что в этот день произойдет знаковое событие, но завершение боевых действий будет позже. У этого экстрасенса удивительный дар и умение хранить важные тайны. Дед Ванга многократно сканировал главных действующих лиц политической повестки и давал им точную характеристику. Провидец уверен, что президент Украины Владимир Зеленский почти все стратегические решения принимает под сильным давлением извне. Его главный хозяин сидит в Вашингтоне. Зовут его Байден, заявил боевой экстрасенс. Новые же даты разгрома киевского режима он назвал 17 марта 2023 года. Колесо обозрения на ВДНХ взломали хакеры и оно закрылось через день после открытия. Уже вечером в день города после его торжественного открытия президентом России гости начали сообщать о неполадках в работе солнца Москвы. Аттракцион неожиданно останавливался и посетители на некоторое время зависали на большой высоте. После чего солнце Москвы и вовсе закрыли по техническим причинам. Официальной причиной закрытия стала калибровка системы. Однако в сети появилось сообщение от российской хакерской группировки Kill.net. В нем они обвинили руководство России в военных неудачах в Украине, заявив, что они не намерены терпеть трусость, предательство и обман. В сообщении говорится, что, цитата, «Неуместно и недопустимо, чтобы гнилая либеральная интеллигенция опускала салюты и предавалась праздности, пока идут боевые действия на Украине. Солнце Москвы заминировано. Если требования патриотов не будут выполнены, оно закатится навсегда». Подытожили авторы сообщения. В Киеве заявили о намерении вести переговоры с Россией только после выхода на границы Украины 1991 года. А вариантов на 24 февраля уже не существует. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он сказал, «Я открою вам тайну. Во время переговоров весной мы говорили россиянам. Для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля. Тогда это было возможно. Но теперь они прошли ни одну точку невозврата. И такой вариант давно невозможен». Вариантов на 24 февраля уже не существует. На 1 декабря 1991 года. «Go out», заявил Резников. Президент Украины заявил, что не планирует никаких переговоров с Россией. Зеленский сказал, «Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными». «Что касается ультиматумов, мне не важно, кто их выдвигает – Путин или кто-нибудь другой в случае его ухода с поста президента. Это мой принцип. Я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы», – заявил президент Украины. Также он добавил, что «Все равно у России с Украиной общая граница. Все равно Россия – это сосед с огромным населением. Так что после деоккупации территории придется жить рядом, как с соседями». В ответ на это Медведев написал, «Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы». Нынешние ультиматумы – это детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает. Тотальная капитуляция киевского режима на условиях России.